Огромное спасибо всем спонсорам и на ютубе, и на сайте Трова. Не забывайте подписываться, ставить лайки и писать комментарии. Ну и если вы хотите почитать данный тайтл самостоятельно или найти для себя еще какой-то годный тайтл, то добро пожаловать на Ремангу. На Реманге главы выходят быстрее, чем у конкурентов. В наличии удобный интерфейс, классная навигация и отзывчивая администрация. Регистрируйся на сайте Реманга по моей ссылке и давай уже читать Мангу вместе. Ну а теперь, приятного просмотра. Руководитель Цю, следственный отдел только что забрал Донгу. Что произошло? У нас скоро операция. Джо, не волнуйтесь, я найду другого человека, который поможет вам. Ко мне уже заходили люди из следственного отдела, не переживайте и проводите операцию. Я потом объясню ситуацию. Это всего лишь вопрос времени. Доктор Гу, здравствуйте. Я Ван Кэй из группы по расследованию аномальных ситуаций. И мне нужно, чтобы вы помогли нам в расследовании. Танзин, принеси доктору Гу что-нибудь поесть и попить. Хорошо. Господин Ван, куда мы идем? Доктор Гу, наденьте это пальто. Ночью холодно. Садитесь в машину и хорошенько отдохните. Поговорим, когда приедем. Доктор Гу, это изолятор для временного размещения послеоперационных пациентов с баньяновой болезнью. Могу я узнать, сколько там больных? Тысячи пациентов и все из района Дон-Джоу. Все они жили группами, а в деревнях растут баньяновые деревья. Господин Ван, даже если баньян в деревне является патогеном, то каждый житель не может прикоснуться к нему в течение нескольких дней. Что заставило их делать это? Доктор Гу, вы очень проницательны. Это именно то, что мы расследуем и поэтому нуждаемся в вашей помощи. С возвращением. Капитан Ван, продолжайте работу. Доктор Гу, давайте сначала покажем вам видео с камер наблюдения. А? Это ты? Это ты тут, что на баньяновом дереве? Это три пациента с баньяновой болезнью, которых я лечил ранее. Не подходи ко мне. Отпусти меня. Твои глаза. Это ты в баньяновом дереве. Мониторинг ускоренного развития болезни. Доктор Гу, это записи пациентов, которые говорили о вас в баньяновом дереве. Они находились в состоянии бреда, и это ускоряло развитие болезни. Эти пациенты разбросаны повсюду. Единственное, что у них общего, это то, что они обладают высокими экстрасенсорными навыками. Но после операции не могут вспомнить, что видели, когда были в бреду. Вы пробовали использовать гипноз? Бесполезно. Их воспоминания до и после болезни полностью исчезли. На днех я получил твой психометрический ответ и видео с камер наблюдения. Я узнал, что у тебя ненормальные воспоминания и, возможно, у тебя необычные детские занятия. На всякий случай мы провели эксперимент. Эксперимент представляет собой процедуру идентификации в рамках уголовного расследования. И все идентифицированные люди являются пациентами в изоляторе, которые находились в состоянии бреда. Мы смешали 30 анкет людей с различными формами тела, чертами лица и прическами. Характерных черт нет, и ни одному пациенту мы не давали никаких намеков. Когда мы перетасовали фотографии во второй раз, мы спрашивали, встречались ли они с кем-нибудь из них, когда были в бредовом состоянии. Среди 1024 идентифицированных людей 751 человек имеют одинаковые результаты, и они выбрали... Вас. 751 человек сказали, что помнят вас в бреду, но не могут вспомнить ничего конкретного. Господин Ван, я просто врач. Не так давно участвовал в операции с болезнью Баньяна. Надеюсь, вы поможете мне это объяснить. Доктор Гу, мы не подозреваем вас и не говорим, что вы их заразили. Но должна быть связь. Господин Ван, вы знаете еще что-нибудь? Давайте для начала закончим этот эксперимент. Это также главная цель твоего визита сегодняшним вечером. Мы организовали, чтобы пациенты в изоляторе приходили к вам группами. И проверим, что произойдет. Впустите людей. Что, черт возьми, стряслось со мной в прошлом? Опять иллюзия? Черт, неужели на этот раз так и должно быть? Это иллюзия, вызванная фотографией? Лица этих пациентов стали... ...теми культистами? Больно. Там кто-то в баньяновом дереве. Сын несчастья, ты знаешь, что осквернен? Вы все глупцы. Бесполезные вещи. Это я в детстве. Сынок, просто сиди и не двигайся какое-то время. Мама, я... Повинуйся. Сын несчастья. Как вы и говорили. Мы куча грязных мерзких червей. Заблудшие души, уверовавшие в так называемую богиню жизни. Богиня жизни. Заблудшие души. Может ли быть так, что эти культисты являются реинкарнациями тех людей из другого мира? Старый мир разрушен. Когда мы прибыли в этот мир, мы потеряли наши знания и силу. Мы не можем полностью понять слова старого мира. Мы помним все обряды, данные нам истинным богом. Кажется, существует не так много языков, которые они освоили в следующей жизни. Похоже, они знают только заклинания, используемые для жертвоприношений. По словам администратора, они не должны были получить три документа, которые я перевел. Может, у моих родителей действительно были другие планы. Но кто этот истинный бог? Низшая жизнь. Низшие желания. Разве это тело не удовлетворяет вас? Потому что он не может принять книгу силы, принадлежащую старому миру. Тело. Может быть, реинкарнаторы используют какой-то ритуал, чтобы призвать своего так называемого истинного бога в мое юное тело? Разве это тело жертва? Или начало невзгод? Пожалуйста, скажите! У этого ребенка есть миссия. Я не позволю вам жалким животным сорвать ее. Он вырастет и станет настоящим мужчиной. Не беспокойте его, пусть забудет все это. Однажды в будущем этот ребенок снова предстанет перед вами. И все долги будут уплачены. Это моя клятва тебе. Доктор Гу! Доктор Гу! Доктор Гу, вы как? Все в порядке. Я просто вспомнил моменты из детства. Позвольте мне показать вам видеонаблюдение прямо сейчас. Осторожно! Доктор Гу, давайте это обсудим. Я вам кое-что расскажу, а вы мне тоже. Как бы это возмутительно ни звучало. Нам нужно быть честными друг с другом. Давай поговорим о причине, о которой ты написал в тесте. А? Это связано с последней миссией разведотдела. В ходе операции 500 сослуживцев были направлены в вашу медчасть на лечение. 56 человек выжило. Остальные 444 человека погибли. Они отправились на разведку в логово культистов, подозреваемых в связях с вирусом Баньян, но столкнулись там с огромным червем. Лайшенг? Это они? Верно. Лайшенг был внесен в число культистов. Эта организация, возможно, была основана в период начала Китайской Республики. Мы еще не усвоили принцип сверхсекретной вербовки, но одно можно сказать наверняка. Она будет развиваться до последних ее потомков. Что ж, теперь ваша очередь говорить. Надеюсь, вы сможете сотрудничать. Не хочу, чтобы мы применяли к вам принудительные меры. Могу сказать только то, что некоторые из моих забытых воспоминаний пробудились после того, как меня протестировали при поступлении. Я вспомнил некоторые моменты с Лайшенг. Мне кажется, они проводили со мной эксперименты. Это похоже на обучение языку. Я писал слова и переводил их. Один раз они посадили меня в дупло баньянового дерева и поклонялись предо мной, не зная, что делать. Потом меня бросили без видимой причины. Мои родители потерпели кораблекрушение, а я стал сиротой. Но мне казалось, что Лайшенг наблюдал за мной все эти годы. Он наблюдал за моими эмоциями? Доктор Гу, мне все равно, есть ли у вас тайна или нет. Ваша память соответствует тому, что мы узнали. По данным следствиям, ваши родители подозреваются в причастии к большому числу незаконных действий компании Лайшенг. Что касается того, как они позже перешли к офшорным научным исследованиям, нам еще предстоит выяснить, что произошло на корабле. Ах! Папа! Мама! Доктор Гу, вы не единственный мальчик-сосуд, прошедший обучение в компании Лайшенг. Ах! Именно благодаря содействию мальчика-сосуда мы обнаружили логово Лайшенг. Но этот мальчик очень отличается от вас. В чем разница? Мы предпринимали некоторые попытки раскопать память этого мальчика-сосуда и обнаружили, что он не участвовал в действиях, о которых вы говорили. О письме и также посадке в дупло баньянового дерева. Так что... У меня есть основания полагать, что вы победитель среди группы мальчиков-сосудов для души. Доктор Гу, мы считаем, что компания Лайшенг сильно отличается от вашей памяти. Прошу прощения, тот мальчик-сосуд, который сотрудничал с вами. Доктор Гу, сейчас не время обсуждать это. Лайшенг смог использовать неизвестные силы, чтобы управлять гигантским червем и создать вирус баньяна. Поэтому не могли бы вы понять текст на этих трех фотографиях? Пожалуйста, сотрудничайте с нами. Я уже поверил в единого-единственного бога. И мы больше не будем верить ни в какого истинного бога или ложного бога. Вторая половина предложения переводится как «Включая тебя, сын судьбы». Ведения про дитя судьбы пока не могут быть известны Биро Тяньцзы. Доктор Гу, как насчет двух других? На втором фото написано «Первая катастрофа закончилась» и грядет вторая. А на последнем написано «Мистер Гу, мы знаем вас лучше, чем вы себя». Нет сомнения, что эти три текста на баньяновом дереве свежие. Это вызов для Биро Тяньцзы и для меня. Доктор Гу, вы уверены, что точно перевели эти текста? Я только недавно начал потихоньку в этом разбираться. Большинство должно быть точными. Похоже, что по прошествию многих лет Лайшенко владел древними письменами. И поэтому тот незнакомец попросил у меня страницы. Господин, эти фотографии – доказательство, что это ловушка Лайшенко. А эти 444 жизни оперативников – их убило наше следственное управление. Не путай! Кто-то должен что-то делать. И теперь мы хотя бы знаем, что враг нас хорошо знает. Он все просчитал. Это не повторится. Думает ли он о том, что я знаю о мальчике, который участвовал в конкурсе Лайшенга? Доктор Гу, пожалуйста, запишите весь перевод, который вы понимаете. И я устрою вам после этого отдых. Ага. Похоже, он не отпустит меня какое-то время. После последнего психологического теста я вспоминаю несколько слов каждый день. И это пока единственный вариант перевода. Доктор Гу, я надеюсь, вы ничего не скрываете и не сказали нам неправду. Как и ты, я очень хочу знать правду. Теперь больше всего настораживает предложение. Первая катастрофа закончилась и грядет вторая. Первая катастрофа – вирус Баньяна? Или та проваленная миссия оперативников? К чему относится второе бедствие? В Лайшенг уже известно, что я присоединился к бюро. И они все рассчитали. И то, что эти три предложения я смогу перевести. Сколько же они продумали. Утро второго дня. Доктор Гу, вы встали? Мистер Ван, заходите. Здесь люди из мобильной оперативной группы. Ты идешь с ними на задание. Им нужна твоя техническая поддержка и медицинская помощь. Группа, которая приехала, называется Отряд Ведьмак. Их капитан Сьюэба тоже был из нашего следственного отдела. Большой парень впереди, капитан. Доктор Гу, прошлой ночью мы провели анализ. И мальчик-сосуд не участвовал в том, что компания Лайшенг устроила нам ловушку. Не думайте, что капитан Сьюэя грубый парень и не пытайтесь его одурачить. Он очень умный человек. Он предупредил меня, что нет проблем с мальчиком-сосудом. Привет, ты Дон Гу? А вы... Здравствуйте, Сьюэба. Гу, здравствуй. Я Лоу Дэн, отвечаю за медицинскую часть. Можешь называть меня дядя Дэн? Здравствуйте. Садись в машину и поторопитесь. Командир, не нужно ли сначала познакомить Дон Гу с командой? Зачем нам это? Мы представились, как только встретились. Гу, ты и дядя Дэн в одной машине. А? Женьху, дай Дон Гу пару ботинок, а то он все ноги переломает. Да, так точно. Пошли, Гу. Хорошо, идемте. Сьюэ, будь осторожен. Куда, черт возьми, меня везут? Озвучил Кокос. Подписывайся на канал, чтобы не пропустить продолжение. Не забывай про лайки, комментарии и репосты. Ну и если ты хочешь почитать мангу, ты знаешь, куда нужно жмакать. А также там в описании ссылки на дискорд, группу ВК, телеграм и всякое такое. Ну и если ты досмотрел до этого момента, ты красавчик. Спасибо тебе. Субтитры сделал DimaTorzok